МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семейный поход выходного дня. Сводка криминальной обстановки в городе. В процессе игры ребята у нас узнают и русские сказки. Сказочный калейдоскоп в историко-краеведческом музее. А сейчас об этих и других событиях подробнее. С мая в Десногорске стартовал проект «Слава Созидателям-2017». По своему замыслу, это творческий видеоконкурс для школьников. Он даёт возможность подрастающему поколению принять участие в увековечивании истории нашего города через воспоминания тех, кто стоял у истоков его рождения и становления. О том, как идёт подготовка к проведению конкурса, мы расскажем в нашем сюжете. Положение предстоящего конкурса требует определённых условий и исполнения видеороликов. Чтобы помочь юным участникам справиться с поставленной задачей, специалисты Управления информацией и общественных связей проводят мастер-классы, на которых объясняют школьникам цели и условия конкурса, а также способы реализации творческого замысла. Дают советы, как выбрать своего героя, правильно построить интервью и выстроить сюжетную линию. Профессиональный телеоператор преподавал азы приёмов операторского мастерства и давал советы, какими средствами и в какой обстановке можно снять хороший видеоролик. Участники конкурса уже определились с выбором своих героев. Я выбрал два героя. Это Свистунов Владимир Алексеевич и Свистунова Ольга Геннадьевна. А это твоя бабушка и дедушка? Да. Даню Макарову. Потому что у нас нет таких людей, как Даня, творческих. Мы думаем, это про неё очень интересно будет. Это было очень спонтанно. Мне помог, конечно, мой руководитель. Это Лариса Геральдина Фролова. Раиса Паловна Рузинская. Мне всегда было интересно, как строился наш город и с чего он начинался. Она рассказывала, что она приехала тоже сюда вроде как по путёвке со своими детьми. Она рассказывала, как они делали бетон своими руками. Они вручную его делали. Она показывала даже дома, которые они сами делали своими руками. Они вкладывали свою душу в эти дома, как она говорит. В команде вместе со своими воспитанниками принимают участие педагоги. Они тоже понимают значимость этого мероприятия. Этот проект меня заинтересовал только потому, что он всё-таки это связущее звено между прошлым поколением и будущим. И наши дети должны знать, кто строил наш город, кто создавал всё то, что сейчас есть в городе Десногорске. Активность участников в этом году говорит о том, что прошлогодний конкурс прошёл на высоте. В деревне Могалинщина Карахоткинского сельского поселения состоялось торжественное открытие аллеи партизанской славы. 24 памятных камня с названием партизанских отрядов, которые действовали на Смоленщине, расположились возле памятника Павлу Судоплатову. Инициаторами создания аллеи выступило руководство Карахоткинского сельского поселения и Смоленское отделение фонда содействия ветеранам спецназа госбезопасности «Вымпел». Смоленщина гордится своим партизанским движением, которое внесло значительный вклад в общее дело разгрома фашистской армии в годы Великой Отечественной войны. В областном центре принял первых пациентов уникальный многопрофильный медицинский центр. Это единственная на Смоленщине клиника с полным спектром оказания медицинской помощи, в которой пациенты будут проходить полное обследование за один день. Современные физиотерапевтические комбайны ударно-волновой, вакуумной, магнитной и лазерной терапии, оборудование для механотерапии, рентгено-операционная, прогрессивная медицинская информационная система. Этот инновационный медицинский центр занимается лечением различных болевых синдромов. В клинике работают лучшие специалисты региона, а также ведущие врачи Москвы и Санкт-Петербурга. Объем внебюджетных инвестиций в создание этого инновационного медцентра составил 35 миллионов рублей. Социальный эффект – 30 новых рабочих мест. Смоляне участвуют в крупнейшем молодежном форуме. В Крыму открылась вторая смена Тавриды. Всего в этом году форум включает в себя 8 смен, которые посвящены различным творческим направлениям. В программе мастер-классы и лекции от ведущих экспертов в каждой сфере. Участие в форуме приняли и трое смолянок – это молодые художники. Они представят свое творчество и запечатляют живописные пейзажи полуострова. Форум продлится до 31 августа. В минувшую субботу сотрудники молодежного центра организовали и провели семейный поход выходного дня. Как отдохнули десногорские семьи, расскажем в нашем сюжете. Семейные походы – одна из наиболее активных форм совместного отдыха. Это общение с природой, смена обстановки, психологическая разгрузка и физическая активность. А семейный поход выходного дня – это долгожданный сезон каникул и отпусков. Дом, клетка бетонная, она очень давит сильно. Здесь она сплочает и родителей, и детей. Здесь дети опять находят новых друзей. Молодежная организация города очень сильно поддерживает эти мероприятия, проводит практически каждую неделю. Мы пытаемся присоединяться. То есть мы – это кто? Родители, в первую очередь. И когда дети не хотят уходить от диванов и телевизоров, погода, дождь им не нравится. Здесь через 10-15 минут они очень яркие, довольные. Вот им все нравится, а может мы останемся еще. Поэтому эти мероприятия нужны. Программа похода состояла из спортивно-развлекательных игр и эстафет, прохождения полосы препятствий, сборки-разборки автомата Калашникова, стрельбы из пневматической винтовки. Учусь перезаряжать оружие. Брается? Да. Уже научился. Воспитанники военно-патриотических клубов «Ангел», «Черные береты», «Меркурий» и «Школы выживания Тайфун» продемонстрировали навыки и умения по боевым искусствам, технику работы с оружием. Детям это очень важно и необходимо, потому что здоровый образ жизни сейчас у нас редок, потому что все сидят возле компьютеров, где-то там по домам, то есть даже они не могут общаться с друг другом. Они сидят в телефонах, в планшетах и так далее. А здесь мы общаемся, ознакомимся и живем полноценной жизнью. Отдых на природе – это удачный вариант для семьи. Смена обстановки, которая дает возможность отвлечься от городской суеты, приобщения к здоровому образу жизни, приобретения полезного опыта, туристических навыков и много новых друзей. Отличные результаты похода выходного дня. Прожиточный минимум в Смоленской области вырос на 603 рубля. 13 июля губернатор Алексей Островский подписал постановление администрации региона об установлении величины прожиточного минимума в Смоленской области за второй квартал 2017 года. В расчет на душу населения прожиточный минимум установлен на уровне 10 403 рубля. Для основных социально-демографических групп трудоспособное население – 11 178 рублей, пенсионеры – 8 624 рубля, дети – 10 201 рубль. В первом квартале прожиточный минимум на душу населения составлял 9 800 рублей. В Смоленской области с 17 по 24 июля проходит операция «Ребенок-пешеход», направленная на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей и соблюдение участниками дорожного движения правил ПДД. О криминальной обстановке у нас в Десногорске нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 121 сообщение о происшествиях. Из них два сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 106 административных правонарушений, в том числе 83 нарушения правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 3 человека. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 15 человек. Уроженка Рославля, экс-депутат Госдумы Елена Панина, вошла в первую пятерку самых богатых федеральных чиновниц по версии Forbes. Задекларированный ею доход за 2015-2016 годы составил более 39 миллионов рублей. Также в ее собственности находятся две квартиры общей площадью около 300 квадратных метров, два машиноместа и автомобиль. Панина была депутатом Госдумы 2, 4, 5 и 6 созывов. В этом году фестиваль «Слобода-Партизанская» прошел уже в четвертый раз в поселке Пржевальское, традиционно собрав множество смолян и гостей области. С целой программой, включавшей в себя приемы самозащиты с оружием и без ликвидации опасного преступника, засевшего в автомобиле, а также демонстрацию работы со служебными собаками, выступили сотрудники Смоленского управления Федеральной службы исполнения наказания. Собравшиеся были поражены силой и отвагой спецназовцев, не боявшихся вступить в схватку с вооруженным противником и обезвреживающих не только отдельных преступников, но и целые преступные группы. С самого раннего детства мы слышим сказки. Их нам читает мама, когда укладывает спать, рассказывает бабушка тихими зимними вечерами. Сказки сопровождают нас всю жизнь. Их любят не только дети, но и взрослые. В Историко-Краеведческом музее для детей из летних оздоровительных лагерей сотрудники в течение каникул проводят интерактивно-познавательную программу «Сказочный калейдоскоп». Дети побывали в интересном и увлекательном путешествии в мир сказок и волшебства, где происходят чудеса, где добро всегда побеждает зло. Ребята попадали в гости к сказочным героям, где их ждали игры и развлечения. Особенно по душе пришлась самая хитрая сказочная героиня – Баба Яга. У меня сегодня настроение хорошее. Даже потанцевать хочу. Кто будет сам танцевать? Баба Яга! Борисовна, музыка! Баба Яга вместе с ребятами кружилась в танце, учила их летать на своей метле и задавала непростые загадки. Также дети повстречались с Дедом Морозом, Царевной Несмеяной, Красной Шапочкой, Водяным, Кикиморой и Бармалеем. Они вместе с детьми рассказывали стихи завязанными глазами, прыгали через скакалки, собирали насекомых в банку, разгадывали головоломки. Каждый сказочный герой оставил после себя массу положительных эмоций. Мне мероприятие очень понравилось. Мне нравится. В детстве мне мама читала много-очень много сказок. И папа тоже сейчас даже читает. Вот поэтому я их люблю и все праздники со сказками. Мне понравилось, что мы сами показали индинировку «Муха-цокотуха». Завершилось путешествие театрализованным представлением сказки Корнея Чуковского «Муха-цокотуха». Актерами стали сами ребята. Им была дана возможность проявить себя и свою фантазию. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова